Доброе утро, дорогие друзья. Итак, недельная глава Ваэт Ханан. А мы живем с вами, вот положено нам жить по недельной главе, в которой сшифрован каждый шаг наш. Мы это просто не видим, потому что та мудрость Торы, которая существует, она постижима нам, может быть, на 0-0-0 чего-то процента. В этой недельной главе есть такие слова. Творящая милость до тысяч поколений. Кто в состоянии из нас осмыслить, какое количество благодеяний оказал Творец поколению, одному, второму, нашему, третьему, каждому из нас. Если человек непредвзятым взглядом объективно посмотрит на себя, на мир, он должен переполниться бесконечной благодарностью за потрясающий мир. Он мог быть черно-белым, он цветной, он мог быть двухмерным, он трехмерный. У меня вот две руки, я встал утром, улыбнулся, солнце встает. У каждого человека есть свое, у всех одинаковое. Это чувство благодарности должно присутствовать от момента просыпания до ухода ко сну. Смотрите, иудаизм он уникальная религия. Он заставляет человек проснуться, что первое он должен сделать? Он говорит Браху, спасибо тебе, что ты вернул мне душу. И так далее. В основе еврейской традиции обязанность человека сознавать добро, которое делает для него Всевышний. И быть благодарным. И нет хуже качества, чем неблагодарность. И на земле, и на небе это качество считается одним из самых отвратительных. Как сказано в Торе. Потому что пришельцами были вы египтян, поэтому и начинаются рассказы. Машера Бейно. Давайте даже не так я вам скажу. Благодарность, она из самых важных качеств в человеке. В Торе, в Торе мы видим важность благодарности по отношению не только к людям, но и к неодушевленным даже предметам. Вот то, что я начал говорить. Машене навел казнь на Нил. Почему? Потому что Нил в свое время спас Машеру. Как Раши пишет в комментариях. У него был долг благодарности по отношению к реке. Вы понимаете, что нам пишут Тора? К реке. Потом такой же был к песку. К тому, кто тебе сделал. На чувстве благодарности построена Тора. На чувстве благодарности построен мир. И нам это сказано. Мало того, специально, понимая, с кем имеет дело, Бог сказал нам. И к неодушевленным даже предметам у вас должна быть благодарность. Например, заповедь такая, как благодарность к родителям. Она же одна из самых почитаемых родителей. Она заключается в том, что человеку подобает быть благодарным и признательным по отношению к тому, кто сделал ему добро. И не быть неблагодарным. Потому что самое отвратительное написано качество в глазах Господа и людей. Вы знаете, вот я читал интересную книгу о еврейской медитации. Там говорится о благодарности. Что каждый день человек должен хотя бы минуту, вот смотрите, что там написано, сесть, сосредоточиться на чувстве благодарности. Наполнить себя вот этим чувством благодарности. Сядь, закрой глаза, подумай, сколько для тебя сделано. Наполни себя чувством благодарности. Попробуй, как оно прямо выплескивается из тебя. Почувствуйте благодарность Творцу за бесценный дар жизни. Надо повторить слова спасибо за все. Постараться полюбить и обнять вот этот мир. Встать от нас с другим, выходишь в мир совершенно с другим зарядом. А не как вот этот вот вечно плачущий. Очень важно понять принцип мера за меру положен в основании существования этого мира. Как мы реагируем на ситуацию в мире. И как мир, так мир будет на нас реагировать. Если мы прощаем, нас прощает. Если мы злимся, она на нас злится. Это такое духовное зеркало. Поэтому надо сказать очень просто. Надо обратиться к нему наверху и сказать. Прости меня, как я буду прощать всех других. Ведь ты же забываешь, что я натворил. Забываешь, так сказать, и я это все забуду. Я буду идти совсем другим путем. А принцип ты забудь все, что я натворил, а я буду помнить все, что натворили против меня. Он вообще не работает в этом мире. Все мужчины, женщины, дети, старики, нуждаются в любви, понимании, уважении к ним. Они нуждаются, все люди, в чуткости внимании. Надо стараться уступать. Не требовать по всей строгости закона, чтобы от нас небо не потребовало точно так же. Потому что принцип мера за мир основополагающий. Улыбнитесь миру, и он улыбнется вам. Если что-то не получается, это сегодня. Это вас проверяют, потому что вы слишком долго жили вот этой системой суровости. Брахава от Слаха, и давайте посмотрим сегодня на мир добрым-добрым взглядом.